И всем приветик, ребятушки, и сегодня мы будем продолжать This was for you, и это было для тебя, и в прошлом Каша Так, в прошлый раз мы остановились на том, что, в общем-то, мы вспоминали Что-то у нас в ладьющих, которыми познакомились в VR, походу И, короче, да, и в обморились обратно в реальный VR, иначе это мы с вами будем Но ранее нам был предоставлен выбор, типа, осмотреться на острове И у нас было вариантов ответов, и, в общем-то, я пропустила два из трех вариантов ответа Поэтому давайте сейчас посмотрим на это и посмотрим, что это было и так Ты был осеннен Кошак угомонит Взяв кружку, меня не перенеслись к ночи, когда мы в первый раз собрались около костра Я помню, как я думала, разве это не мелко? Это виртуальный костер, и не настоящий Я говорил, что разве огонь не слишком... А, разве сделать огонь не слишком сложно на системных ресурсах? Он был таким... он был таким реальным Должно быть... сделать его дизайн заняло годы, да? Потом я помню, как мы в первый раз сделали видео за ногу И сидела рядом со своим настоящим... ээээ... ну, получилась... не костром, а... ну, короче, печкой И пела из... из... И... из... этой самой настоящей кружки Ээээ... Домашний... эээ... домашний какао твой собственный рецепт ты говорил о том как ты когда-то сделаешь его для меня тебе точно должен понравиться этот рецепт и вот и вот это те как раз подойдет ну и конечно же у меня тоже была ручка первое сначала она не начала ничего особенного когда ты купила мне совпадающую пару казалось как будто бы наша связь была настолько более реальна ну че-то у себя, типа, без тихо, типа, сложно ну короче спокойно и уравновешенно было неважно если ты была, ты была, нет, ты была другом по интернету ты все равно была другом неважно что вы там никто, кто не говорил ты была моим лучшим другом я крепче держусь за крошку и выпускаю тяжкий вздох это мементо мяустер, вам надо проверить зрение это чашка, а не мементос глупый мяустер мяууу, там что-то написано мяууу, там что-то написано а что там написано? чешир наклоняется ко мне читая слова на кружке хуууу, чешир нравится очень нравится ты кот это не так работает можно мне можно мне нет это не твое и она никогда не будет твоим уйди пожалуйста с обиженным возражением лица я чувствую свое сердцебдение желая чтобы она становилась я чувствую себя вставшими лица мама бы сказала что я встала не с твоей ноги но я думала она бы поняла и ей бы пришлось падая на землю я типа прижимаю чашку к своей груди или я когда-то был настолько грубым к тебе джим правильно ли я к тебе относился ты сделал ли я на тебя хорошее впечатление что ты делал для меня я должен был быть лучше я мог быть лучше я знаю все эти поздние разговоры я бы все равно смотрел на восход солнца и все равно бы разговаривал бы с тобой шутя о том как бы я до смерти устал на работе и для тебя все это стоило того ты помогал мне настолько больше чем я когда-либо тебе помогал и это было нечестно с моей стороны отношения всегда должны быть равные правда ты была ты была моим другом и все же ты все время старалась до самого конца так было с самого начала не так ли ты была тем кто подошел ко мне и помог мне ты показал мне каким хорошим миром может быть это место как вещи не должны быть настоящими чтобы быть настоящими ты научила меня тому что мне не надо оправдываться за то что я люблю и что мнение других не важно ты научила меня игнорировать тех кто хотят типа разорвать минуточки и типа ну да ты учила меня позитивности оптимизм и счастье чему я научу тебя почему я держал эти чувства я помогал опускать тебя пока ты поднимал меня я говорю тебе о том как сильно вещи отличались здесь и учу тебя как о том как реальный мир делал меня тем кто я есть делал ли я правильно синичность и одеализм выдали оптимистичным сулитам надо было ли мне это делать или я просто уничтожал последнюю выяснюю безобидную хорошую вещь в этом мире теперь это не важно я просто желаю чтобы я мог сказать тебе правду было столько шансов сказать тебе таким хорошим другом ты была я никогда не благодарю тебя за помощь разве не так но и слова которые ты мне говорила я их никогда не забуду никогда ты всегда была рядом чтобы помочь мне и для меня это намного значило я должен был сказать тебе сколько ты для меня значила сколько ты значишь для меня теперь я никогда не смогу этого сделать все что у меня осталось это жизнь полная и это проклятая клубка интересно где же твоя неужели они ее убрали после того как умерла она лежит неиспользованная на какой-то пыльной полке может быть твои родители сохранили ее может быть они ее используют не знаю если я ненавижу эту миссию или нет будет ли лучше если она продолжит жить через кого-то другого или стоило ей умереть вместе с тобой ну и тут нам уже будут читать да и тут нас уже отвыдет обратно в реальный мир читаем voice mail от родителей и дела теперь давайте музыку а зависла наша песня я засовываю кассету в проигрыватель и она и заезжает с удовлетворяющим клипом тем не менее я сдерживаюсь прежде чем нажать на кнопку проиграть в чем смысл слушать это мы никогда так и не смогли это закончить а теперь мы никогда не закончим я нажимаю на кнопку выбирать либо включить ты написал эту песню после того как твоя сестра я приехала из дома и соскучилась со мной я не знаю если тут есть авторская трава но по идее оно было на списке с описанием игры и мы должны быть знали друг друга где-то месяц когда я узнал о том что ты я спросил тебя кто вдохновлял тебя и ты дала мне целую биографию своего любимого севернокорейского музыканта я думаю я тогда потратила просто всю ночь слушая то о том как ты все болтала о ее таланте и вдохновляющей истории предыстории на следующую ночь ты застала меня прослушать все ее песни и посмотреть все ее шоу потому что конечно она так же была и актрисой мне они очень понравились но я не типа мне они понравились больше чем то что я показала тебе а еще у тебя был прекрасный голос и все же ты продолжала тренироваться между типа работой и ложами учитывая то как усердно это работало я думала что это просто вопрос времени прежде чем я услышала тебе это что ты поешь на радио но в жизни были свои представления больше и это эта песня должна была быть нашей твои лучшие друзья находятся от тебя в тысяченный раз ты была не права потому что это правда важно что ты делаешь 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 я не хотела делать этого но она настаивала и поэтому она застала мне пообещать что я потренируюсь чтобы мы могли записать ее вместе до сих пор не знаю что застала мне согласиться на это глупое обещание но я согласился а теперь я никогда не выполнил это обещание так и тут можно вернуться вот сюда так теперь мы будем посмотреть ладно ты вы где ладно ты вы где я подскажу кто на холодильнику и открываю его и и и и ничего не осталось кроме кусочка двухдневной пиццы даже не разогревшие его я начинаю жевать холодную засохшую корочку и подскажу как нет на бескосную пиццу да я перес это извините если бы Их не было таких, чтобы получить с доставкой. У меня бы её сейчас в холодильнике даже не было. Мне никогда не нравилась лица, даже когда я была ребёнком. Это одна из многих вещей, в которой я отличался от других детей, пока я рос. Я не был одним из тех детей, кто радовался бы выходу мультика или видеоигры. Я был тем, кто читал новеллы дома с завистными родителями. Или бы тем, кто бы помогал своим родителям печь какие-то вкусняшки или строить те будки. Мне нравилось делать вещи, которые нравились моим родителям. Возможно, поэтому мне было так сложно найти друзей. У меня были проблемы, типа, общения с людьми на его возрасте. Но это изменилось после того, как я встретил тебя, Джин. Твоя способность общаться с кем угодно или с чем угодно немножко сказалась мне. Даже твое любопытство было заразным. Мой, типа, сотрудник был удивлён, когда я спросила о том, как прошли выходные. И теперь у меня есть маленький круг друзей. Людей, которые мне на самом деле нравятся. Но отключаю. Он мой лучший друг. Несмотря на то, что я никогда на самом деле тебя не встречала. Я ненавижу. Я ненавижу это. Ненавижу это чувство. Закрыл глаза и пытаюсь их ничь. Но все, что я могу сделать, это... Как это получилось, что... Сказали по новостям пару часов назад. Они сказали, что они прекращают, типа, поиски. Что они сделали всё, что могли. Что они могут никогда не уйти. Нет. Я не могу этого сделать. Не сегодня. Стоп, типа, а что с ней случилось? Нам так и не скажут. Забыть. Он то говорит, что она умерла уже. То говорит, что ее, типа, разыскиваю. Типа, а чё, ее похитили, что ли? А чё ты тогда сразу пишешь, пропала? Может быть, она и не умерла вовсе, типа, до сих пор. Что это? За все те годы, которые я провел здесь, я никогда не спрашивала у себя, почему это пляж? Никогда ничего не обнимала. Даже мимоходом. Тем не менее, для нашего домика в виртуальной реальности, кто играл этот, типа, этот галлический пляж, как бэкграунд. Я даже сделала его, сделала так, чтобы он звучал настоящим. Добавила звук волн и ветерок, пробегающий между деревьями. Мне нравилось море. Хотел бы спросить это у тебя раньше. Мяустер! Я тебя люблю! Мяустер! Я соскучилась! Оно выбегает из-за шкафа и, короче, врезается из меня. Почему ты вообще здесь? Ты, типа, ломаешь атмосферу. Как выключить эту штуку? По-моему, в ней есть душа. Хотя это не точно, может быть, это просто и правда дот. Либо это было одно из созданий этой Чи Су-Джи, которое она оставила, типа, просто у себя, как из какой-нибудь интеллект. Типа, она его запрокламировала, что, типа, не было одинаково. Или, не знаю, ещё что-то. Но, возможно, она, типа, такая... Так, я собираюсь свалить. Типа, ёпу, всё, теперь я кукушку. Ну, типа, не могла его просто взять и оставить, поэтому оставила вот это. И, типа, теперь все думают, что она пропала без вести и ищут её, что-ли. Не знаю, типа, как вариант. Пишите свои предположения, но я пока мисс даже... Не знаю, ну, типа, откуда оно тут взялось и как его выключить, типа... Да? Почему я не могу удалить его? Уи-и-и-и! Сон игнорюю! Ура-а-а-а-а-а-а-а! Не игнорируйте меня! Мяу! Это не работает. Я отталкиваю его в сторону, чувствую... Совсем немного чувствую динам. Прежде, чем оно возвращается, я потягиваю перед руку. Не трогай меня. Мяу-стер! Мяу-стер! Нет. Чушу делать шаг назад. Притворяюсь, как будто его ранили мои слова. Не так-то, его ранили мои слова. Пожалуйста, перестань вести себя так, будто это тебя забивает. Но это правда. Оно делает нервный жаг вперед. Ее глаза расширяются в этот щенячий взгляд. Извини, но это не какой-то трошовый фильм. И не собираюсь поддаваться мне, сколько так мило бы ты не увидела. Я прохожу мимо часы, усердно стараясь забыть о его существовании. Забыть было бы самым очередным выбором, не так ли? Просто забыть, что это все произошло. Вот только если бы ее можно было полегче забыть. Ну и фиг с тобой. Отталкивая эти мысли, я смотрю на вещи передо мной и на все воспоминания, которые они хранят. Ага. Значит, теперь нам дадут снова вот... А, ну окей. Сорян, я поторопилась. Значит, нам все-таки дадут посмотреть на все эти вещества. Да, 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 да. Это мы все уже читали в начале видео, извините, что просто умерила. Мяусяр. Что это? Мяусяр. Что это? Я крепче хватаю крошку, да. Мяусяр. Да. Ааа. Аааа. Сейчас опять будет. Да, вот это будет. Чем мы провинились? За что нам послали это существо? Можем мне? Можем мне? Нет, это не твое. Я никогда не буду твой. Уходи, пожалуйста. Ну, ладно. Да. Он прям аж упал. На землю. Причем. Да, да, да. Да, все было уже. Было уже. Ммм, я думаю. Собственно, давай быстрее. Сейчас я все быстренько воскликую. Так. Выйти из варвы здесь не остановилась. Хей, it's been a while since I've seen you in the cafe. I just thought I'd check in. Только, типа, хорошую народную дуни. Эй, прошло уже довольно времени с тех пор, как я последний раз видела тебя в cafe. Я просто думала, что стоит проверить. Это заделится в cafe. Я знаю, что тебе сейчас тяжело. Боже, это так... Это самые недооценивающие сразу столетия, не так ли? Когда мой брат умер. Они говорят, что со временем это проходит. Но это не так. Просто... Ты учишься смириться с этим. Начинаешь мириться с этим. Ну, мы будем рядом, если что. Типа, мы всегда будем рядом. Ты больше, чем просто постоянный посетитель. Ты сейчас сомнишь. Если тебе что-нибудь будет нужно, просто позвони мне. Или напиши. Как тебе удобнее. Если... Типа. Я оплачу напитки настолько, сколько тебе будет нужно, хорошо? Ну, если прочитано, это вообще у меня. Я могу... Я почти что могу почувствовать это, знаете. Так. Тут мы все-таки читали. Так, это мы уже читали. Это... Это тоже было. Во! Так, бинкольн тоже было. Это тоже было. Группа, семья. Мы скучаем по тебе. Все в порядке, дорогой. Мама и папа волнуются за тебя. Я знаю, что сейчас это должно быть тяжело, но мы все равно хотим хоть услышать от тебя какие-то новости время от времени. Хорошо? Мы скучаем по тебе и мы просто хотим услышать твой голос. Любим... с любовью мамы и папы. Друзья, радио тишина. Серьезно, мы хотим... Серьезно, пошли весточку. Ты не отвечал ни на какие звонки, тексты или имейлы. Мы более чем волнуемся. Ты был бы в порядке, если... Можно мы как-нибудь придем навестим в скором времени? Это все, что мы спрашиваем. Ты вообще не читал свои мейлы? Мы думали уже взломаться, типа, просто приехать тебе в гости. Типа, ты в порядке? Типа, Мы принесем типа, еду как оплату. Как это закрыть? А, вот. Гойкий аромат кофе, соханье крючек и мягкий, типа, мягкий, мягкий, типа, перешептывание вежливых густей. Все успокаивающе свет, утепляющее место. Все это, все это. ты всегда сидела рядом со мной и просто разговаривала обо всем и ни о чем. Правда? Я помню, как мне было плохо из-за моей, из-за моих, там, или моего, из-за чувства неудобства, потому что я не знал, потому что я даже не знал, что тебе сказать, когда ты первый раз села рядом. Я не ожидал, что, типа, владелец бизнеса будет об этом волноваться. я в итоге поняла, что ты воспринимаешь все это как любви, для веселья, для веселья, как общество, нежели чем бизнес. Культура всего этого именно благодаря этому именно все это привело к такому успеху. Это было место, где можно было принадлежать, а не просто покупать вещи. Это место, которому не все равно. мы типа выпьем что-то что это было? Я не знаю, как сложно это было бы. Твой бизнес не совсем типа процветает и большая часть посетителей это постоянные посетители. мы мы типа постоянно посетители. Да, точно. Я раньше я ходил туда каждый день, работал на некоторых медийных, наслаждался тихим, тихим комфортом, и разговаривал бы с Джей на моем оттопе. Боже, как бы мне хотелось бы, чтобы она могла побывать там. Тебе бы она понравилась и ты понравилась. Она была именно таким человеком. Она правда была, правда, правда была. вновь сидели там от рассвета до заката, все разговаривая и разговаривая. как я и сказала, разговаривая о чем угодно. Было бы здорово вылезти из этого пробытого мира виртуальной реальности. Чуть не говоря, я мечтала в одни когда мы встретились в реальности и наслаждались быть чем-то настоящим хоть раз. Это место и опыт, который я там получил, я не думаю, что я когда-либо оценил. Я была немного циничной. Обращала слишком много внимания на что реально, а что нет. но мне нравилось но мне все так же нравилось. А теперь я даже не знаю какой сегодня день все одинаково серые и срастаются в огромные как случатся они типа в монотонной бесконечности. уже пять утра или пять вечера закат или рассвет день или ночь я не знаю но бесплатные напитки и правда звучат неплохо. ни никто другой не делал умею не делал мои напитки так как типа ты не болевала. я хотел бы прийти но я не могу даже с этой с этой хорошей темой почему ты так хочешь пожертвовать этим ради меня ради нас почему ты такая добрая прав да у меня сегодня учителя не был так продолжаем это было бы это бы все просто усложнило это ранило бы тебя и всех остальных несмотря на то как сильно мне нравилось приходить к тебе в кофе точно ладно сейчас сколько мне не нравилось приходить в кофе я не стою этого мне жаль что у меня не было рядом правда жаль мне жаль что я не могу сказать тебе насколько для меня это было важно возможно я делаю это позже ну и давайте на этом закончим на сегодня ребятки в общем-то да на этом в принципе у нас все и всем спасибо за просмотр мы продолжим следующую серию пока-пока также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк а также расскажем своим друзьям присоединиться к серверу дискорд пока